Приветствую вас. Основная проблема заключается в том, что лень пытается именно побороть. То есть подавить, обесценить, забыть, принизить, не обращать внимания на лень, вот. Это является тем, что категорически нежелательно для человека, допустим, который, ну, скажем так, заботится о себе, который беспокоится о себе, который хочет для себя что-то хорошего, да, который хочет для себя что-то важного и так далее. То есть сама постановка вашего вопроса, где вы пишете побороть лень, да, именно побороть лень, вот. Сама постановка вашего вопроса, она уже, к сожалению, является несколько деструктивной, именно вот в силу того, что любое побарование — это контроль, любое побарование — это негативность, это подавление и так далее. Основная идея во взаимодействии с ленью — это идея раскрытия данного чувства как сигнала. То есть лень означает, что чего-то делать вы не хотите. И, быть может, в целом то, что вам, ну, то, что вам нравится, то, что вам интересно, то, что для вас важно, может быть в целом. Это и интересно, может быть в целом, это и важно, может быть в целом, это и ценно. Но форма, которую вы, например, выбираете для того, чтобы реализовать то, что вы хотите, является в высшей степени деструктивной. Поэтому необходимо раскрыть, что стоит за этим самым чувством ленью. Конкретно, что за ним стоит. Что вы хотите сами испытывать данное чувство. То есть вы не хотите что-то делать. Вы не хотите что-то делать. Но почему? Потому ли, например, что вам действительно это неинтересно и не нужно. А может быть потому, что вы запрещаете делать, ну, запрещаете себе делать это так, как хотелось бы вам. То есть вы знаете, что вот вы чего-то хотите, вы знаете, что вам вот, ну, что вам что-то интересно, да? Что вас что-то интересует. А вы знаете, что вас что-то интересует. Но сделать так, как вы хотите сделать. сделать. Сделать именно так, как хочется, как нужно вам сделать. Вы, например, не можете. Почему не можете? Из-за чего не можете? В чем сложность данного процесса? В чем трудность данного процесса? Вот это уже большой вопрос. Кто запрещает вам, если запрещает, конечно, делать так, как вы хотели бы? Откуда этот запрет взялся, например? То есть, лень, это всегда такая история. Ну, на мой взгляд, весьма-весьма интересная история. Когда человек не хочет делать что-то, вот. Но делать все равно должен, делать все равно необходимо ему. А это то, что он делать, например, не хочет. Вот. И у него по итогу просто-напросто не остается никакого выбора. Вот. Понимаете? Что, конечно же, не вызывает какого-либо чувства, ну, скажем так, какого-либо чувства свободы. Да? То есть, вот, с точки зрения свободы данное чувство, данное ощущение, данная эмоция не является тем, что ее выражают. свободы, то бишь. Поэтому здесь очень важно прислушиваться к себе. Здесь очень важно чувствовать себя, свои эмоции, свои желания. Здесь очень важно быть именно в контакте, именно в контакте со своими чувствами, если угодно. Если угодно и удобно это называть именно так. Вот. Поэтому, по большому счету, по большому счету лень, это всегда реакция человека на навязанное ему из, ну, навязанное ему извне, да, что-то. И, соответственно, сопротивление этому, сопротивление и неприятие этого, того, что ему навязывают. Вот, в принципе, так можно ответить вам на ваш вопрос, который вы задаете. Я надеюсь, что для вас это было полезно. Я надеюсь, что вам это было интересно. Я надеюсь, что вы получили для себя то, что хотели. Ну, понятно, что для более, так сказать, успешного раскрытия причин, по которым у вас, вот, имеет место быть лень, нужна с вами индивидуальная работа. Вот. Конечно, здесь еще и система ценностей играет весьма-весьма большую роль, потому что система человеческих ценностей, это неопъемлемо составляющая мотивации. Мотивация человека, и если человек к себе не прислушивается, допустим, если человек себя не слышит, вот, то надо сказать, что ситуация будет весьма-весьма плачевна. Сказывается для такой личности, потому что она будет находиться, ну, как это говорят, не в контакте. Не в контакте с собой, вот, и тем самым она будет проигрывать, скажем так, в холостую свой ресурс, вот. Тот, который у нее имеет место быть, вот, и, соответственно, будет таким образом делать несчастными всех вокруг, в том числе и, соответственно, себя. Я не думаю, что вы этого хотите, вот, я не думаю, что вам это нужно. Вот. Поэтому я рекомендую вам, я рекомендую вам озаботиться, значит, в том числе, да, вот, вот. И тем, чем вы руководствуете по жизни своей при выборе каких-то действий, решений, вот, при выборе задач каких-то, вот и так далее. Это все на самом деле очень важно для вас, вот, потому что напрямую, напрямую влияет, собственно, на идею линий, которая у вас есть. Есть. Вот. Ну и, конечно, было бы здорово, было бы здорово, если бы вы оценили, вот, просто, если бы вы оценили для себя, каким бы делом вы могли заниматься в любом случае, да, то есть чисто вот, только исключительно ради, ну, ради процесса, да, то есть не ради результата какого-то, да, а именно ради процесса. Вот. То есть, если бы вы такое дело для себя найдете, вот, которым бы вы могли заниматься, эм, ради процесса, которая бы приносила вам удовольствие, ээээ, значит, значит, эээээм... в процессах, то, соответственно, было бы очень здорово, вот, ну, потому что, да, потому что это позволило бы вам быть на пределе, на высоте своих возможностей, своих ресурсов, кстати говоря, своих, значит, способностей, вот, которые у вас, будусловно, есть, вот, и которые вы, в свою очередь, попросту не замечаете и не раскрываете, вот, ну, за счет, да, за счет вот этого вот конфликта внутреннего, который у вас имеет место быть, вот, то есть, тут, конечно, ну, желательно работу, тут, конечно, желательно работу, тут, конечно, желательно более подробно раскрыть все то, что вас волнует, беспокоит и так далее, вот. Вот так можно вам ответить на ваш вопрос, который вы задаете, на этом все, надеюсь, что помог вам, если у вас остались дополнительные вопросы, вы можете всегда задать мне их в личку, я буду рад помочь вам. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим, я желаю вам всего самого доброго и удачи. Спасибо. Спасибо.